здравствуйте дорогие огородники у нас приближается период выращивания рассады у некоторых может быть он уже даже наступил и сегодня я хочу поговорить немного о грунтах именно грунтах покупных для тех у кого нет возможности заготовить грунты самим приготовить их заранее осенью и использовать для выращивания рассады собственно приготовленные грунты так вот мы как раз рассмотрим несколько вариантов грунтов и постараемся ответить на некоторые вопросы какие грунты лучше выбрать как их может быть даже следует сочетать и так далее для этого я приобрел несколько видов грунтов то что есть на рынке вот в нашем небольшом городе я думаю что во многих городах это можно вполне найти а именно городские жители чаще всего выращивают рассаду из приобретенных грунтов покупных так вот в любом городе можно мне кажется может быть не эти фирмы а что-то подобное грунты найти и именно с помощью них постараться вырастить хорошую качественную рассаду на что следует обратить внимание в основном все грунты у нас изготавливаются из торфа это львиная доля грунтов которые изготавливаются из торфа в основном идет верховой торф именно он как раз и нужен поскольку верховой торф обладает такими хорошими качествами как очень хорошая воздухопроницаемость и хорошее влагоудержание то есть верховом торфе может очень хорошо удерживаться большое количество влаги без вреда для корневой системы единственным недостатком верхового торфа является то что в нем абсолютно почти нет питательных элементов и он конечно имеет пониженную кислотность для этого его всегда раскисляет добавляет туда всевозможные раскислители каждый фирма может наверное свой какой-то раскислитель применяет но это не важно то есть его раскисляет до определенного как раз уровня и это примерная кислотность всегда указывается на всех пакетах также на всех пакетах указывается содержание основных элементов питания нам нужно конечно содержание азота фосфора и калия многие грунты добавляют еще как бы микроэлементы какой-то их перечень есть микроэлементов некоторые грунты их не добавляют также на рынке можно найти грунт который сделан на основе биогумуса вот я такой грунт нашел полностью тоже как бы готовый грунт но он абсолютно в нем нет торфа он сделан на основе биогумуса на основе дерновой земли на основе песка вот его составные характеристики также можно купить такой элемент очень хороший который можно добавлять в грунт и мы я расскажу как это все сделать это биогумус на что следует обратить внимание мы сначала чаще всего выращиваем сеянцы и те кто выращивают сеянцы в небольших как бы емкостях не в улитках то для выращивания сеянцев именно сеянцев лучше всего конечно приобрести вот такой вот грунт не на основе торфа а на основе как раз биогумуса сейчас объясню почему дело в том что в этом грунте у нас очень мелкие так сказать частички до в торфе всегда есть крупный особенно верховом торфе есть крупные части и корни наших сеянцев переплетаются в торфе их очень тяжело потом из торфа извлечь не повредив корневую систему если вы выращиваете в улитках то можно применять и чисто торфа грунты для этого то есть для выращивания сеянцев но если вы выращиваете небольших емкостях или в каких-то рассадных ящиках где много много сеете сеянцев то лучше всего применять вот и как я и говорю грунт на основе биогумуса без участие в нем торфа второй плюс тот что в гумусах и вот то что вносится если биогумусы в нем есть и все элементы питания именно микроэлементы здесь у нас на в торфяных грунтах здесь просто добавляется минералкой добавляется микроэлементы тоже в минеральной форме естественно их добавляется неполный комплекс поскольку растениям нужно необходимо просто более двадцати видов микроэлементов и наверняка все не добавляется во многие грунты вообще их не добавляет никаких микроэлементов то есть основные основные просто элементы питания азота калий фосфор добавляют и какие-то может немного буквально чуть-чуть микроэлементов которые есть уже в самом торфе в нем тоже есть конечно микроэлементы но очень малом количестве так вот в биогумусе их есть необходимый баланс и все что нужно для растения именно в биогумусе есть третьей положительной такой характеристикой является то что биогумусы именно элементы питания которые в нем находятся они такого пролонгированное действие то есть они не сразу высвобождаются из грунта высвобождаются постепенно и почва которая довольно-таки богатой элементами питания вроде бы да то есть но доступных элементов именно солей которые нужны нашим растениям достаточное количество но нет переизбытка что у нас иногда происходит вот в грунтах которые сделаны чисто на торфе в них нельзя внести сразу большое количество минеральных удобрений а вносят только минералку естественно почему потому что будет переизбыток солей и растений будут наоборот угнетаться а сейчас мы посмотрим именно на грунт который сделан на основе биогумуса и потом будем сравнивать его с грунтами уже с торфу грунтами каждый грунт я буду открывать и смотреть как он выглядит в реальности не то что как написано на этикетке а еще смотреть его внешне для этого чтобы делать вот именно правильный выбор не приобретайте сразу громадные мешки постарайтесь приобрести сначала той же фирмы мешки но как бы в небольшом количестве чтобы проверить их качество может быть заявлены как раз не то что есть на самом деле вот здесь я вижу как раз то о чем я говорил и это мне очень нравится вы видите какой как бы рассыпчатый грунт такой меленький рассыпчатый нет волокон торфяных которые будут сдерживать корни и естественно вот как раз вот сеянцы очень хорошо в таком грунте растут хорошо прорастают семена им хорошо как бы через вот эту почву пройти при всходах и поэтому сеянцы вот в таком грунте лучше конечно вы выращиваете лучше чем в торфогрунте еще раз повторюсь вот прекрасный грунт и вот такой грунт я бы если бы у меня не было своих грунтов естественно заранее осень приготовленных я вот с удовольствием купил именно для выращивания сначала сеянцев а потом бы делал уже другую процедуру которую мы сейчас расскажем после того как мы вырастили сеянцы мы будем их обязательно пикировать так вот пикировать уже лучше в грунты где есть достаточно большое содержание именно торфа верхового потому что еще раз повторюсь он как раз имеет очень хорошие характеристики по воздухопроницаемости и хорошему удержанию влаги он не будет быстро пересыхать но при этом в нем и будет большое количество воздуха и у нас корни не будут как бы в этом грунте задыхаться так вот торфяных грунтов тоже очень много и нам тоже следует из них выбрать как бы наилучший для этого мы опять же покупаем сначала небольшие а может и просто ходим смотрим и главное посмотрите вот именно количественное содержание соотношения азота фосфора и калия здесь например на грунте я вижу что азота 300 фосфора 200 и калия 350 то есть у нас азота достаточно много фосфора уже поменьше калия побольше чем азота но надо стоит учитывать что для рассады именно для рассады нужно достаточно большое количество фосфора и лучше выбрать грунт где вот фосфора будет побольше потому что фосфор нужен именно на первом этапе роста всех почти растений здесь мне кажется что вот его как раз вот недостаток но все равно давайте посмотрим как он выглядит вот мы здесь уже видим конечно вот торфяные включения но как я вам и говорил вот вижу что как бы верхового торфа здесь в принципе довольно таки то много но много еще есть и и низинного торфа в принципе грунт как бы неплохой вот я его пытаюсь сжать и он такой как бы пружина пытается у меня разжиматься в руке вот но по содержанию вот азот фосфор калий я бы немножко как бы сместился немного в сторону фосфора то есть искал бы грунт где количество фосфора будет у меня побольше и вот такой грунт я в принципе нашел вот здесь уже содержание азота 250 фосфора 400 вот разница вы видите калия 500 то есть калия всегда должно быть больше всех но здесь вот содержание азот фосфора то есть в пользу фосфора вот этот друг мне как бы по этим характеристикам нравится больше принципе по физико-механическим свойствам я вижу что примерно такой же как и предыдущий грунт то есть вот внешне отличить его достаточно трудно то есть есть верховой есть и низинный торф я вижу здесь в этом грунте вот так же вот пытаюсь его сжать и он у меня очень хорошо пружинит то есть это значит что верхового торфа здесь достаточно много вот в принципе вот этот грунт как бы более предпочителен чем предыдущий по физико-механическим свойствам он вроде бы такой же но по содержанию по крайней мере потом что написано этикетки то есть он мне вот больше нравится потому что в нем соотношение азот фосфора в пользу фосфора еще один подобный грунт просто читаем как бы вот этикетку здесь вот как бы вот в этом грунте здесь уже внесены микроэлементы то есть достаточно большой перечень микроэлементов это и железо и цинк и медь и магний соотношение фосфора азота и калия здесь тоже не в пользу фосфора вот это вот мне немножко не нравится почему то здесь вот фосфора меньше чем азота в в два раза и по своему составу вот он мне уже не нравится вот этот грунт абсолютно в нем потому что верхового торфа вот в нем я вообще не нахожу хотя он сделан из торфа как написано из одного значит это чисто низинный торф и это можно сразу заметить вот мы сжимаем все у нас вот он он назад пружины не расходится то есть он образует комок естественно этот же комок образуется в горшочках будет застаиваться влага плохо проникать воздух и так далее да и по своим остальным как будто соотношением тоже не очень нравится хотя написано что есть микроэлементы но этот год грунт я брать например бы не стал поскольку микроэлементы мы можем вполне внести другим способом вот как улучшить грунт вот мы например выбрали почву грунт торфяной то есть в нем и он по физико механическим свойствам очень хороший он хороший по соотношению азот фосфор калий но нам нужно как бы чтобы вот именно элементы питания и микроэлементов было в достатке вот для этого и нам как бы и необходим уже здесь биогумус все очень просто мы в этот грунт добавляем всего лишь 10 процентов биогумуса так давайте посмотрим я открыл пакетик с биогумусом как он выглядит в принципе все прекрасно наверное так знают но тем не менее качество его проверить надо прежде чем еще нам большее количество купить я как говорю то есть надо посмотреть вот у него хороший состав я вижу что нет остаточных как бы вещей от навоза никаких не осталось капролитики одни от червей получше рассмотреть стоит еще проверить нет ли в нем подур это такие вот как бы белые червячки могут когда при изготовлении биогумуса они бывают иногда в нем остаются здесь я по крайней мере их пока не наблюдаю это тоже хороший значит признак что он делался правильно биогумус в принципе вот такой вполне можно купить и использовать вот в принципе все что я хотел сказать о том как подготовить грунты как лучше выбрать их в магазине и если вы примерно будете придерживаться таких характеристик то я надеюсь что и рассада у вас будет расти сильной по крайней мере от грунтов уже зависеть особо она не будет на этом сегодня все до свидания до скорых встреч